Администрации, производство, то есть это язык очень-очень важный. И именно поэтому никакой разрыв с Россией не привел к раху русского языка. Наоборот, наблюдается его даже усиление, его влияние. Потому что деньги заканчиваются на пропаганду украинского языка, некогда этим заниматься, нужно драться между собой разным группировкам. Что интересно, что вот опросы, которые сейчас проводятся уже в связи с выборами в Раду, они не показывают такого рейтинга у партии «Слуга народа», например, какой был у Зеленского. Вот их не показывают, где-то рейтинг в 38%. Ну это тоже очень, это очень тоже приличное. Много, конечно. Это партии, которые просто вот из ниоткуда появились. Мне кажется, в данном случае этой партии даже еще проще, чем Зеленскому, потому что надо было еще Зеленского прочитать в титрах, да. А вот «Слуга народа» название фильма известно. Люди видят «Слуга народа», да, а галочку ставим, потому что мы кино это смотрели. Нанять. Нанять, да. То есть это насколько же глупыми должны быть люди, чтобы они думали, что они вот из ниоткуда взялась партия, и они поставили галочку, и они наняли «Слугу». И он будет теперь выполнять все их невнятные фантазии. А вот можно нам так говорить? Это глупость или что? Или, может быть, это, знаете, лень какая-то? Ну в том плане, что мы ведь все время... Я не могу так украинцев назвать глупыми людьми. Но мне кажется, они вот в чем-то наивные и простые. Ну как любой избиратель, как любой обыватель. В общем-то, да. Давайте просто... Наши тоже, когда голосуют за коммунистов, все-таки, тоже ведь голосуют за Советский Союз. Ну не совсем так, нет. Они голосуют за ненастоящий призрак коммунизма. Именно Нового театра, в Купаловском театре... Это протестное голосование, но оно такое... Ну то есть получается, что они все равно не за коммунизм голосов. За российского боку удельничали такие... За слугу народа они тоже, ну не знаю, но интересное кино. Ведь все уже в открытую... Как мы вот троллили в открытую этот сериал и Зеленского, да? Но мы не специально троллили. Не специально, но это объективно. Теперь политики на Украине это говорят. Вот депутаты Рада уже говорят, там, спикер парламента украинского говорит, что ну что там, насчет новой серии и так далее. То есть все видят, что кино продолжается, но только это уже реалити-шоу. Реалити-шоу называют. Это офлайн. Да. Игорь, я просто здесь хотел бы сказать, там очень много говорят про демократию на Украине, что у них демократия, но демократия, она не бывает без демоса. У людей должны быть материальные условия, которые позволяют им выделять время для того, чтобы заниматься общественными делами как-то постоянно, там, день в неделю, два в неделю, там, три вечера. Ну для этого нужно иметь время, а для того, чтобы иметь время, нужно иметь деньги. То есть здесь это все связано между собой. То есть вот эта древняя демократия, она почему была? Потому что рабы работали. Ну рабы, да. Рабы работали, а ты для собраний кричишь. А ты устанавливаешь законы, да? Да. Один из наших слушателей... Они считают... Долларов, выданных Януковичу. Что я знаю, нет. Нет, конечно. Подробнее об этом расскажут. Что они там говорили? Нет, они ничего не вернули, они считают, что это несуверенный долг, хотя это суверенный долг, им простили этот дефолт, и никто не считает на Западе это дефолтом, хотя это дефолт. Причем это занимал не Янукович, занимало государство Украины, выпуская государственные долговые обязательства. Конечно. Об этом речь идет. Это не лично Януковичу. Ну, кстати, никто и не признает такую позицию Украины. На самом деле... Нет, но тем не менее никто и не пеняет Украине. Все говорят, ну в принципе вы должны заплатить, но вы знаете, Россия, вы же видите, какая у них тяжелая экономическая... Ну что вы к ним пристали с этими тремя миллиардами? Ну это еще хорошо, что так говорят. А так говорят, вы, конечно, должны заплатить, но может быть не этой России. Не-не, пока нет. Они все-таки на эти деньги не покушаются, но вы знаете, это та самая история, когда, помните, списывали долги Парижского клуба. Причем Россия выплатила все долги.